Внучка, погоди. По телевизору сказали, что самое время ценные бумаги покупать. Говорят, лидирует двухслойная. Я уже все магазины отбегала, а туалетной бумаги нигде нет. Поздно спохватились, бабуля. Вон вся биржа пустая. Да, такого даже при Горбачеве не было. Дочка, я тут прилягу, не рухнет твоя биржа? Вы только не засните, а то вас как залежал и товар на помойку увезут. Петрович, ты где столько спагетти набрал, злый день? Петрович, Петрович! Ого, что ли? Это зачем такая очередь, внучок? Неужто все зожники за мумиё пришли разом? За повязками марлевыми? А, все марлю берут. А куда это все гладиться собрались? Праздник какой? Это маска на лицо, бабушка. Маска на лицо дело нужное, чтобы челюсть не выпадала. Что вам, бабушка? Корвалол нулёвка есть, а то я за рулём. Шучу, шучу я. Корегу мне дай, я ножку на табуретке подклею. И вот маску вот эту из марли. Раз все берут, то и мне надо. Нету масок, бабуля. Последнюю продали. Алло. Привет, старая. Представляешь, Петрович здороваться перестал со мной. Какой Петрович? Это который китайцев жить к себе пустил. Да ну и чёрт с ним, он на нас на всех начхал давно. Я ему говорю, здорово, а он идёт полная тележка макарон. Хоть бы глазом повёл. Ох, неспроста эти макароны. Он, видимо, этого от итальяшек набрался. Ну всё, настал судный день. Апокалипсис. Да что случилось-то у тебя? Да я, похоже, не умру от плацебо. В аптеке лекарства кончились. Это греча у вас, что ли? Апокалипсис. Ты посмотри, что в мире творится. Пандемия, барель дешевеет, рубль падает. Интересно, долго это продлится? Мао сказал, враг сам по себе не исчезнет. А тебе, Мао, не сказал, что обеззараживатель для рук пить нельзя, отравишься? Это корень женьшеня, настоящий, китайский. А, клин клином решила вышибать. Ты лучше маску надень, мы же с тобой в группе риска. В группе риска? Хорошее название. Надо Матвиенко предложить за место фабрики. А масок-то нет нигде. Будем аналоги использовать. Какие аналоги? Марлю с чайного гриба, что ли, снять? Трусы можно на голову надеть. Или туалетной бумагой обмотаться. Ага, спасибо за совет. Только где ее найти, бумагу-то эту? Я вон пенсию получила, а курс ничто такой, что можно сразу пенсией подтираться. Даже выход не выходит. Да уж, развели панику. Ни чихнуть, ни пернуть. Апчик! Правду говоришь. Так, раз, два метра. А ну-ка, самоизолируйся от Седова. Ты что, с ума сошла, что ли? Петрович наверняка в тебя в магазине плюнул. Ну-ка, давай, самоизолируйся, говорю. Или сейчас Малышеву и позвоню. Будешь ей до конца жизни костюмы микробов бежать. Ты лучше Трампу звони. Вы оба к эпидемии не готовы. Я лучше пойду руки помою. После тебя 30 секунд шкуркой надо шоркать, а не мылом. Ты лучше рот свой закрой на карантин. А ты в чистой лучше оденься. Я, похоже, одна в группе риска остаюсь. Дядя, вам машину посторожить? Ха, не, спасибо, малой. Я до киоска только. Да что с ней случится-то? Глянь-ка, Нюра, смертную казнь вернуть хотят. А вот это правильно я считаю. А то кругом одни педофилы, наркоматы да казнокрады. Доброе утро, баба Нюра. Здравствуйте, бабушка Тома. Здравствуй, Юлечка. Здравствуй, красавица ты наша. И проститутки. Да, раньше-то чуть что, сразу к стенке. И все боялись гайку с завода украсть. Это еще как боялись. А только мой Петрович вот с завода каждый день по детальке притаскивал. Через год запорожец собрал. А мой Василич-то с мясокомбината в трусах под 30 килограмм вырезки пер. Каждый день я замучилась продавать. Потом дачу на эти деньги построили. Вот. А все почему? Потому что раньше мужики бесстрашные были. Не то, что сейчас. Да, сейчас-то геи одни. Только вон Киркоров с Басковым радуют. И поют хорошо, и выглядят красиво. Вот, а остальных я бы к стенке поставил. Чтоб как раньше порядок был. И то верно. А то ни Запорожца нынче не собрать, ни дачи не построить. Это да. Да, мот. Нюра, ты глянь, что пишут. Минздрав обвинил врачей НИИ имени Блохина в неэффективности. Ну и правильно, я считаю, обвинил. Если эти скулапы из-за маленьких зарплат увольняются, значит, сами что-то не так сделали. Ну что сделали-то? Профессию не ту выбрали. Сидят там в этих своих кабинетах, детишек лечат. А надо было воровать идти или в чиновники. Хотя это одно и то же. Вот там все эффективные. Точно? Слушай, а вот еще новость. Губернатор Иркутской области повысил себе оклад с полумиллиона еще на 44%. Вот это за какие такие заслуги, Тома? А ты что, не знала, что ли? У него же в этом году там в регионе и наводнения, и пожары, и бедствия разные. Вон сколько всего. Это он себе за организацию культурно-массовых мероприятий доплачивать начал. Тогда ему нужно еще ураган туда вызвать на пару месяцев. Организацию ураган-то можно подороже оценить. Вот тогда заживет. Сейчас-то полмиллиона всего зарплаты, еле-еле концы с концами сводит. Полмиллиона? Всего-то? Тьфу ты! Да за такие деньги работать, себя не уважать. И правильно сделал. И правильно сделал. Да молодец. И повышай еще в два раза зарплату себе. Ты что? Ты что?